Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. В Сочи на глазах у всех водитель маршрутки затеял драку с молодым человеком. Свидетелями конфликта стали пассажиры автобуса и прохожие. Потастовка случилась днем 23 октября в центре города на улице Дагомысская. Видео сразу же попало в местные паблики. На кадрах видно, как молодой человек выходит из автобуса, при этом не рассчитавшись за проезд. Это подтверждают и очевидцы. Водителю 30 маршрута это явно не понравилось. Он догнал парня и решил доказать свою правоту. Юноша, в свою очередь, не растерялся и дал сдачи. Разгоняли дручунов женщины. Как говорят пассажиры автобуса, обе стороны инцидента физически не пострадали. Сейчас сочинские полицейские проводят проверку по этому факту. В настоящее время личность водителя автобуса установлена. В отделе полиции с ним проведена беседа с целью установления обстоятельств произошедшего. По словам 40-летнего водителя, молодой человек, с которым у него произошел конфликт, на протяжении длительного времени оплачивает половину стоимости проезда в общественном транспорте. Накануне на замечание отреагировал агрессивно, в результате чего завязался конфликт. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение второго участника конфликта. Проверка продолжается. По результатам будет принято законное процессуальное решение. 23 октября на курортном проспекте сгорел многоквартирный деревянный дом. В пожаре пострадал мужчина. Его с ожогами первой и второй степени увезли в больницу. Многие жильцы надышались дымом, а некоторые не могли передвигаться самостоятельно. На место происшествия выехала съемочная группа «Сочи-24». С очевидцами пообщался наш корреспондент Роман Нощенко. Двухэтажный многоквартирный дом, по словам жильцов, был построен еще в первой половине 20 века. Деревянный барак давно признан аварийным и собственники ждали расселения. Как говорят очевидцы, дом загорелся и пламя мгновенно объяло все здание. Некоторым потребовалась медицинская помощь. Я жил в том доме, сидел на кухне, кроссвордик разгадывал. Увидел бы, что дым пошел легенький, как будто кто-то листул начал полить. А потом он сильнее, сильнее. А потом черный дым пошел. Этот черный дым еще сильнее пошел бы. Ну и понял, что горим. Звонок о возгорании дома на курортном проспекте 99-6 поступил диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 3 часа дня. Незамедлительно на место выехали сотрудники МЧС, полиция и кареты скорой помощи. На место уже съехались абсолютно все службы. Это и скорая помощь, и 4 пожарных расчета. Пожар продолжается уже полтора часа. И по словам жителей, даже не все успели взять с собой документы. И все самое необходимое. Я сидела в комнате. Мне соседка открыла и говорит, выходи. Я говорю, сейчас. Открыла, дым пошел. Но я думаю, что-то надо забрать. Растерялась. А потом, думаю, открою дверь, выйду, в коридор выйти уже нельзя. Я в окно выскочила и ушла. И все. И вот это там все осталось. И паспорт, и документы. Телефон мне принес пожарный. Двухэтажный частный жилой дом площадью 270 квадратных метров выгорел дотла. В тушении пожара участвовали 27 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. В 20.05 горение было локализовано. Точную причину возгорания устанавливают. Из версий рассматривают умышленный поджог, ветхую проводку и неаккуратное обращение с электроприборами. Роман Нощенко, Дмитрий Петри. Время новостей. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. И к другим темам. В реке Восточный Дагомыс вновь выявили мор рыбы. О происшествии сообщило Сочинское географическое общество в своем телеграм-канале. Аналогичный случай на этом же месте уже фиксировали в апреле этого года. В дело вмешалась природоохранная прокуратура. На месте мора речных обитателей побывала и наша съемочная группа. Какой-то сброс произошел в речку. Плывет дохлая рыба. Часть рыбы выпрыгивает из воды. Бьется в конвульсиях. Эти кадры снял член Сочинского географического общества Константин Глазов. На видео предположительно показан сброс нечистот в реку Восточный Дагомыс. Местные жители говорят, что это уже не первый случай мора рыбы. Несколько лет спустя произошло строительство многоквартирных домов, дальше по улице Российской, которые не подключены к городской канализации. Многократно происходил сброс в эту речку, в нашу Восточный Дагомыс. Бедная несчастная речка уже и выдры дохли. Эти рыбы к верху взбывали. Это было весной, тоже такой же мор был. В этот раз черноты этой не было. Но вот люди говорили, что хлоркой воняет. И где этот большой сброс хлорки, это было выше, сейчас скажу, это где-то, я до пожарки только дошла. Дальше не дошла. Но у меня времени не было. Уже там была рыбка дохлая. Мертвая рыба лежит здесь до сих пор. Однако запаха химикатов от реки нет. Несмотря на быстрое течение реки Восточный Дагомыс, мы повсюду на берегу наблюдаем десятки мертвых мальков рыб. В апреле этого года в реке уже был выявлен факт гибели рыбы. Тогда вмешалась природоохранная прокуратура и Следственный комитет. Сочинский водоканал сообщал, что причиной ЧП стал слив горюче-смазочных материалов в ливневый коллектор с территории ООО «Комплект-монтаж-сервис». В этот раз река на особом контроле у прокуратуры. Сочинская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту мора рыбы в реке Дагомыс города Сочи контролирующими органами отобранной пробы воды в реке. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место ЧП уже выезжала делегация специалистов, в числе которых представители администрации Лазаревского внутригородского района, Сочинского водоканала, экологической службы, предприятия «Водосток» и природоохранной прокуратуры. Взяты пробы воды, идет расследование. Мы будем следить за развитием событий. Роман Нощенко, Дмитрий Петрия, Время новостей. На территории эколого-биологического центра прошла выставка-ярмарка достижений агропарков в рамках городского фестиваля «Вдохновение агро». Вкусные блюда, веселые конкурсы и яркие выступления – лишь малая часть активности на выставке. В этом убедилась наша съемочная группа. Ярмарка началась с награждения педагогического состава эколого-биологического центра. Педагоги, проработавшие более 10 лет, получили благодарственные письма. Вручила их заместитель главы города. По поручению главы города нашего мы уже не первый год проводим здесь мероприятия. Сегодня мы присутствуем уже на пятом фестивале агропарков. Это и дошкольное, и школьное. Всего 40 учреждений нашего образования принимают участие. Из них 15 школ и 25 дошкольных учреждений. Фестиваль приурочен к 70-летию основания эколого-биологического центра и пятилетию городского образовательного проекта «Школьный агропарк». Его основная цель – привить любовь к труду и природе подрастающему поколению. Сегодня, видите, это всё используется для образовательного процесса, и трудовое воспитание, и внеурочная деятельность, дополнительное образование. То есть агропарки – это здорово, это хорошо, это мы хотим вернуть городу те традиции, когда у нас на всех территориях и в городе везде росли плодовые деревья. В рамках фестиваля состоялась конкурсная выставка-ярмарка «Достижения агропарков». Здесь участники представили плоды садовых и овощных культур, цветы, саженцы, заготовленные семена и другую продукцию, выращенную в агропарке. Также провели конкурсы флористических композиций «Краски осени», кулинарные, семейные секреты творческих выступлений, а также тематические мастер-классы. Вот и детский сад номер 19 порадовал жюри кулинарными изысками. «Мы приготовили разные блюда национальной кухни. Например, из тыквы мы приготовили такое вкусное блюдо, как хапама, а также мы из зелени, которую выращиваем, мы приготовили жингялофац, а также мы сделали из овощей вот такое овощное рагу, которое у нас называется аджепсандал». В школьных агропарках высажено 400 плодовых деревьев и кустарников. Проведено соиспытание 70 сортов различных овощных культур. 25 опытнических работ школьников стали победителями краевого и всероссийского уровня. Юлия Жукова, Максим Киселев, Время новостей. За минувшие сутки на курорте не обошлось без происшествий. О некоторых из них расскажем в традиционной сводке ЧП. В центральном районе Сочи помощь спасателей потребовалась полугодовалому ребенку. Его палец был зажат пластиковым чехлом телефона, опух и начал синеть. Самостоятельно освободить руку мальчика из оков родители не смогли. При помощи аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС перекусили плотный пластик и сняли чехол с пальца малыша. На курортном проспекте в районе поворота на Бытхуд столкнулись два автомобиля – «Шевроленива» и «Тойота». Оба водители выполняли разворот в запрещенном месте и последствия не заставили себя ждать. Сильно действующие лекарственные препараты изъяли сотрудники наркоконтроля в аптеке на улице Клубничной. Оперативники установили покупателя, который приобрел психотропы без рецепта. Всего полицейские изъяли около 800 капсул пригабалина и трамала. Владельцу и директору аптеки грозит штраф 200 тысяч и закрытие в фармацевтической точке на три месяца. На трассе Дагамы-Слоу авария с фурой собрала огромную пробку в обе стороны. По словам очевидцев, водитель большегруза, поворачивая, придавил легковушку к бетонной стенке. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его увезли на скорой. Самые яркие фрагменты городских событий вы увидите в репортажах корреспондентов «Сочи-24». Смотрите во второй части нашей программы. Лучшее для особенных. Гимназия номер 6 признана одним из лучших инклюзивных учреждений в России. Как новаторство помогает в обучении? Жаркий октябрь. Температура воды у побережья Сочи бьет рекорды. Много ли желающих окунуться? Об этом и не только. Сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Лечение варикозной болезни современными лазерными технологиями в клинике «Зельцер Мед». Наша клиника – ваш путь к красивым и здоровым ногам. Запишитесь на прием уже сегодня. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru Грандиозное событие этой осени в Сочи. Открытие первого центра нейропсихологии для взрослых и детей «Импульс». Лучшие специалисты. Гарантированный результат. Психологическая помощь и поддержка всей семье. Теперь в центре Сочи на РОС-50А. «Офтальмоцентр Коновалова Сочи». Весь спектр офтальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделения. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. Клиника «Уропро». Восстановим ваше урологическое здоровье. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем на обучение, а также по ускоренной программе с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Всего 5000 рублей в месяц. Наш сайт openvus.org В эфире «Время новостей» в студии Анастасия Цыпруш и мы продолжаем. Сочинская гимназия номер 6 имени Федора Зорина признана одной из лучших инклюзивных учреждений в России. Гимназия стала лауреатом 11-го всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2024». По каким методикам педагоги занимаются с ребятами, узнала съемочная группа «Сочи-24». Гимназия реализует инклюзивное образование с 2017 года, а с 2019-го стало увеличиваться число учеников и штат педагогов. Сегодня здесь обучаются 2400 детей с разными способностями. Среди них есть и ребята с ОВЗ. 115 детей обучаются по адаптированной программе. Гимназия позволяет детям получить образование, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться инклюзивным ученикам. Для них специально оборудованы кабинеты. Здесь есть оборудование для постановки звуков и их коррекции. Специальные приборы развивают и координацию движений. Чтобы была взаимосвязь между двумя полушариями головного мозга. Для ребят разработаны особые учебники и глобусы. Есть геоборты, пособия для словообразования. В библиотеке есть прибор, который позволяет читать книги. С его помощью текст можно приблизить без очков или другой оптики. Помогают ученикам справиться с трудностями педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. После того, как подключаются к ребятам специалисты, их дефициты компенсируются и становится легче учиться. И они осваивают основную общееобразовательную программу в общем объеме, так же, как и все дети. Обучение происходит по разным формам. Сегодня очень важно обеспечить комфортную среду для ребят с особенностями здоровья. Обучению главы города уделяется очень большое внимание организации данной среды для детей. Потому что у нас на сегодняшний день в городе Сочи обучаются 2096 детей с различными спектрами. В настоящее время мы стараемся обустроить для этих детей необходимые условия. По словам Татьяны Андреевой, в гимназии номер 6 наиболее развито психолого-педагогическое сопровождение инклюзивных детей. По окончании школы они получают, как и все ученики, аттестат об общем образовании. Юлия Жукова, Валерия Асачия, Арарат Базинян. Время новостей. Непривычно теплое море для конца октября продолжает радовать сочинцев и гостей курорта. Сегодня, несмотря на пасмурную погоду, а местами и дождь, вода прогрелась до 21 градуса. Кто и как сейчас отдыхает на сочинских пляжах и не ошиблись ли синоптики, знает мой коллега Роман Нощенко. Несмотря на пасмурную погоду, на сочинских пляжах многолюдно. Если одни наблюдают величие Черноморского побережья, теплоукутавшись, то другие предпочитают сделать заплыв. Тем более температура воды в этом году для второй половины октября радует. Вода плюс 21, хорошая. Небо подкачало, из-за неба прохладно. Было бы солнце, было бы прекрасно. Когда здесь стоишь, от моря прям теплом дует, а вот там прохладнее. То есть, вот не смущает погода сегодняшняя, главное море плюс 21. Да, да. Знаете, море, море это всегда хорошо. Мы уже привыкли к этой воде. Вода приятная. Вот иногда даже летом, знаете, заходишь, и вода прям такая холодная. Мы, видимо, по отношению к воздуху. А сейчас воздух не очень теплый, и поэтому комфортно купаться очень. А часто вы такие заплывы делаете-то в конце октября? Каждый день, когда дождя нет. На момент съемки дождя не было. Конец октября пасмурно, а отдыхающие говорят, что море плюс 21, и стоит искупаться. Ну, я помочил ноги, на слово не привык верить. Сейчас в действительности окунусь и завершу свой собственный летний купальный сезон. Ну все, я поплыл. Уже скоро будет открыт горнолыжный сезон. Однако самые смелые моржи продолжат наслаждаться водами Черного моря. Ведь курорт хорош тем, что разом здесь можно увидеть все времена года. Роман Нощенко, Дмитрий Петри. Время новостей. Прямо с севера Дальнего Востока в Сочи приехала выставка «Икра и рыба Камчатская». Ценные виды рыбы и натуральную красную икру, настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов, можно приобрести на выставке и ярмарке в Гранд-Антеле «Жемчужина». Деликатесы привозят на курорт уже не первый год, и каждый раз возле стенда выстраивается длинная очередь. Икру и рыбу камчатскую в Сочи знают и всегда ждут. В ассортименте рыба слабосолёная, горячего и холодного копчения. И, конечно, натуральная красная икра. На выставке представлено более 35 видов рыб. Среди них тунец, палтус, горбуши, кижуч. Из деликатесов выделяют масляную рыбу и королевский лосось. Эта нежная слабосолёная рыба максимально наполнена омегой-3 и аминокислотами. Именно за ней приходят местные жители и гости курорта. «Берём красную, вот чего чай очень нравится. Ну, она такая нежная, такая жирненькая, нежная рыбка, очень вкусная». Сочинцы довольны представленной продукцией и её разнообразием. «Мне нравится горячего копчения. И поскольку тут рассказывается, что самое большое количество омега-кислот, надо бы ещё и такого плана приобрести. Икру, говорит, что здесь, поскольку свежий». «Широкий ассортимент, очень вкусные разнообразные товары, очень свежие, будем говорить, ну и, как говорится, самого-самого тихого океана. Ну и, конечно, как говорится, хочется всё это попробовать, посмотреть, ну что-то купить, что-то привезти домой, как говорится, угостить родных и близких. Поэтому, ну, всё оправдывает, как говорится, качество здесь очень-очень высокое. Красная икра, опять же, самая хорошая, конечно, чавычина, самая крупная. Ну и всё остальное здесь тоже очень вкусное, хорошее, свежее». Деликатесы доставляют самолётом с Камчатки. Каптицы рыба исключительно на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Чтобы сохранить свежесть, натуральный вкус и витамины, которыми так богаты морепродукты, их доставляют без использования заморозки. Покупателей ждут в гранд-отеле «Жемчужина» в павильоне 91 и крае «Рыба Камчатская» до 28 октября включительно. На этом у меня всё. Я вам желаю всего доброго. А самые актуальные новости курорта вы найдёте в нашем телеграм-канале «Сочи24ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Смотрите далее выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафишу. Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в Ираке и Сирии. В Министерстве обороны страны заявили, что было поражено более 30 целей рабочей партии Курдистана. Операцию провели после нападения на офис аэрокосмической компании «Тусас» в провинции Анкара. Турецкая сторона утверждает, что ответственность за атаку лежит на РПК, которая в стране запрещена. «К сожалению, в этом отвратительном инциденте погибло пять человек, и 22 получили ранения. Большинство раненых находятся в удовлетворительном состоянии. Мы только что навестили некоторых из них в этой больнице». Сообщается, что 23 октября группа нападавших подъехала на такси ко входу в комплекс Turkish Aerospace Industries. В это время шла смена охраны. Один из нападавших привёл в действие бомбу. Другие проникли на территорию и устроили стрельбу. В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что нейтрализовали двух террористов – мужчину и женщину. Других подробностей пока не сообщают. «Учитывая предыдущие подобные атаки, у нас есть твёрдое мнение, что это террористическая организация РПК. Но, как я уже сказал, это станет ясно, когда будут установлены личности нападавших». Президент Турции Тейп Эрдоган, который находится в Казани на саммите Брикса, судил нападение. С подобными заявлениями также выступили НАТО, США и Евросоюз. Turkish Aerospace Industries – крупнейший производитель аэрокосмической техники в Турции, принадлежащий Фонду вооружённых сил Турции и правительству. Компания выпускает учебные самолёты и боевые гражданские вертолёты. Она также разрабатывает первый в стране отечественный истребитель Каан. На предприятии работает более 10 тысяч человек. В городе Бангалор на юге Индии обрушилось семиэтажное строящееся здание. Это случилось во время муссонных дождей. Они стали самыми сильными за последние 30 лет. Сообщается о гибели по меньшей мере пятерых рабочих. Ещё троих пытаются вытащить из-под завалов. Остальных спасли. «В здании было 15-20 рабочих. Дом рухнул на них. Некоторые были внутри, а некоторые в сарае рядом. Здание также обрушилось на сарай. Из нас четверых выбрались трое. Четвёртый застрял внутри и погиб». Причина обрушения расследует, но некоторые чиновники уверены, что дело снова в плохом качестве строительства. «Это не из-за дождя. Как считают мои специалисты, это плохое строительство. Не было нормальной арматуры и фундамента. И было незаконно строить семь этажей на такой маленькой площади». Обрушение зданий в Индии в сезон дождей происходит часто. В стране плохие стандарты строительства, и отрасль почти не контролируется. Застройщики нередко экономят, используя некачественные материалы, и несанкционированно достраивают дополнительные этажи. Город Бангалор в Индии называют райом для пенсионеров, поскольку здесь умеренный климат. За последние десятилетия сюда переехало жить много людей, и город также стал крупным технологическим центром. Сейчас здесь живёт около 14 миллионов человек. При этом инфраструктура отстаёт от потребностей населения. В сезон дождей мегаполис затапливает, поскольку водостоки не справляются. Совет национальной безопасности Израиля призвал израильских граждан немедленно покинуть туристические районы на юге Шри-Ланки в связи с угрозой террористической атаки на израильтян. В зону риска входят курорт в районе залива Аругам и другие места отдыха на юге и западе острова. Совет безопасности также рекомендовал израильтянам на остальной территории Шри-Ланки быть осторожными и не проводить массовых мероприятий в общественных местах. Полиция Шри-Ланки подтвердила, что существует угроза нападений на туристов. На патрулирование курорта Аругам и других мест отдыха направили сотни правоохранителей. «Мы предприняли шаги для обеспечения безопасности туристов, и они удовлетворены этими мерами». Посольство США в Шри-Ланке также опубликовало предупреждение службы безопасности о том, что получена достоверная информация о возможном нападении на популярные туристические места в районе залива Аругам. Такое же предупреждение выпустили посольства Канады и МИД Германии. Посольство России в Шри-Ланке тоже рекомендовало российским туристам избегать мест скопления людей и сохранять бдительность. По официальным данным, за первые восемь месяцев этого года Шри-Ланку посетили полтора миллиона туристов, включая 20 тысяч израильских граждан. Один человек умер и десятки заразились кишечной палочкой в десяти штатах США после посещения ресторанов McDonald's. Предполагается, что все случаи связаны с гамбургерами Quarter Pounder. Больше всего заболевших в штате Колорадо 26, а также в Небраске. В целом заражённых не менее 50. Десять человек госпитализировали. Штамм кишечной палочки ОУ-157H7 может вызывать серьёзное пищевое отравление. В 1993 году именно он привёл к смерти четырёх детей после того, как они съели гамбургеры с недожаренными котлетами в сети ресторанов Jack in the Box. В связи с недавним инцидентом акции McDonald's обрушились на 6%. Вспышка также может оказать давление на фьючерсы на крупный рогатый скот в США, угрожая спросу на говядину. Какой конкретно продукт был заражён кишечной палочкой, пока неизвестно. Инспекторы из Центров по контролю и профилактике заболеваний проверяют нарезанный лук и свежие говяжьи котлеты. Руководство McDonald's объявило, что гамбургеры этого вида пока изъяли из продаж в пострадавших Штатах. Адвокат Билл Марлер представлял одного из пострадавших от гамбургеров Jack in the Box. Он отмечает, что могут появиться новые случаи заболевания. Добавляет, что причиной, скорее всего, стал лук, поскольку маловероятно, что во всех ресторанах недожаривали мясо. «Я думаю, это ранняя стадия вспышки. Центр по контролю и профилактике заболеваний называет её быстро распространяющейся и опасной. И это не пустые слова. К сожалению, будет больше заражённых. Не думаю, что вспышка будет распространяться. Просто нужно время, чтобы выявить всех заболевших в нескольких штатах». Симптомы кишечной палочки включают сильные боли в желудке, диарею и рвоту. Большинство людей начинают чувствовать себя плохо через 3-4 дня после употребления чего-либо, содержащего бактерии. Эпидемия кишечной палочки из-за гамбургеров McDonald's вспыхнула в 10 штатах США. Европейское космическое агентство опубликовало небольшой фрагмент уже проделанной работы телескопа «Евклид». Его миссия – фотографировать небо и картографировать Вселенную за пределами Млечного Пути. Его запустили в космос в прошлом году на ракете SpaceX. «Его главная задача – создание трёхмерной карты Вселенной, картографирование миллиардов галактик и наблюдение за тем, как всё это развивалось. Потому что чем дальше от нас объект, тем дальше уходишь в прошлое. Мы вернёмся на 10 миллиардов лет назад». Фотографии охватывают часть южного неба, показывая область примерно в 500 раз больше Луны. Эта мозаика составлена из множества различных фрагментов, куда был направлен телескоп и где проводились наблюдения. Она охватывает всего около 1% области, которую «Евклид» покроет к концу своей миссии. Все данные, которые мы уже собрали – это лишь малая часть. Спонсор прогноза погоды – сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Проверьте здоровье ребёнка в «Гемотест». Общие анализы крови и мочи, оценка уровня витаминов, диагностика детских инфекций и аллергии по программе «Страна Гемотест». Редактор субтитров А.Семкин спонсор прогноза погоды – сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Телеканал «Сочи-24» приглашает кинолюбителей к просмотру художественного фильма «Нортенгерское аббатство». Дочь мелкопоместных дворян Кэтрин едет со своей тёткой на водный курорт в БАД, где знакомится с Генри, сыном генерала. Но генерал – азартный игрок, как становится ясно позднее, давно промотал состояние умершей при загадочных обстоятельствах жены. В БАДе его неверно информировали, что Кэтрин – перспективное небесто, и он приглашает её в своё поместье, чтобы выгодно женить сына. Представьте себе его разочарование, когда он узнаёт, что родители Кэтрин бедны, но Генри и Кэтрин полюбили друг друга. Что из этого выйдет, зрители увидят, посмотрев художественный фильм «Нортенгерское аббатство» на телеканале «Сочи-24» в пятницу, 25 октября в 23.30. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok